Рынок недвижимости привыкает жить без ипотеки. Насколько изменился алгоритм сделок и кто готов приобретать жилье за наличные? Рубцовск туристический. Есть ли такой потенциал у некогда промышленного города-края и на что планируют потратить туристический налог? Чистый берег Би. Волонтеры Наукограда очистили 5 километров береговой линии. Порядка 80 обращений, связанных с проблемами теплоснабжения, поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации районов и СМИ всего за три дня. С 18 по 20 октября сообщает Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула. Большинство жалоб от жителей индустриального и ленинского районов. В мэрии Барнаула сегодня провели специальное совещание, на котором рассмотрели причины проблем с отоплением. Как выяснилось, снижение параметров связано с ремонтными работами на теплосетях. Неудобства носят временный характер, подчеркнул представитель профильного ведомства. На сегодня почти все жалобы отработаны. По итогам совещания замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил администрациям районов в кратчайшие сроки устранить возникшие проблемы на оставшихся адресах. Из Барнаула сегодня отправилась очередная крупная партия гуманитарной помощи бойцам на СВО. Сейчас сезон простуд. Парням требуются лекарства, печки, спальные мешки. Все, что поможет создать человеческие условия в холодных окопах. Тему продолжит Ирина Корчагина. Свечка зажигается, ставится в печь на центр. То есть у нас есть вентиляционное отверстие. И во время ее горения уже зона обогрева не 50 сантиметров, а до трех метров. Эти печки, почти 20 штук, были сварены ветеранами боевых действий для тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации. Традиционно гуманитарную помощь нашим бойцам собирает весь край – родственники, друзья и просто неравнодушные жители. Сегодня этот груз отправят на линию соприкосновения. Всего на этой неделе отправляются фуры на три направления – Запорожское, Луганское и Донецкое. Мы направляем дроны, мы направляем АПЛА, мы направляем средства РЭП, мы направляем приборы ночного видения, мы направляем плитники для наших ребят, то есть это обмундирование, мы направляем зимнюю обувь. Ну и поскольку начинается холодное время года, то во главу угла начинают становиться у нас печи и приборы обогрева. То есть это горячие стельки, это соляные грелки, это теплые спальные мешки. То есть это то, что позволит нашим парням вести нормальное человеческое существование. В первую очередь акцент на средства выживания, а уже потом то, что может порадовать бойца вдали от дома. Весь груз формируют по запросам военных, в зависимости от того, где парни сейчас находятся и какие задачи выполняют. Это карманный дрон практически, который умещается в ладони. Данный дрон, соответственно, очень хорошо помогает военнослужащим приведение разведки до 10 километров, переносится элементарно в кармане. Для обычных штурмовых подразделений, даже элементарно командиру подразделения, будет вполне удобно в ходе ведения боевых действий самостоятельно определять, где находится противник, в каких условиях он выполняет задачи. Кстати, на прошлой неделе волонтеры отправили машину для военнослужащих на Курском и Донецком направлениях. Таким образом, за октябрь фонд «За своих» и все неравнодушные отправят более 80 тонн гуманитарной помощи и более 16 единиц техники на линию соприкосновения. Ставки по ипотеке с сегодняшнего дня выросли на 3% пункта. По крайней мере, об этом объявил Сбер. Теперь взять у него заем на приобретение жилья в новостройке можно не меньше, чем по 24,9%, на покупку вторички – по 24,6%. Эксперты в сфере недвижимости говорят, Сбер поднял ставки последним из банков в преддверии очередного повышения ключевой ставки Центробанка. А такое решение, скорее всего, будет принято. Специалисты отмечают, что доля ипотеки упала в России до минимальных значений и, по сути, она уже практически не оказывает никакого влияния на рынок недвижимости. Ипотеку берут только те, кому прям жизненно необходимо и прям какую-то небольшую сумму. Понимая, что там завтра продастся автомобиль или гараж, или там какая-то 12-я зарплата придет, и люди смогут спокойно полностью этот кредит закрыть. Поэтому сейчас говорить о том, что будет на рынке, от того, что на 3% в среднем подняли ставку, еще не дождавшись решения ЦБ по ключевой, но уже понятно, какое оно будет, потому что все банки подняли ставки. И поэтому рынок сейчас приспосабливается к новым реалиям и жизни без ипотеки. Эксперт уточнил, квартиры, что называется, в бетоне, сейчас доступны лишь тем, кто служит на СВО или их родным. Правда, небольшое по габаритам жилье приобретают, особенно по осени, также фермеры, которые хотят вложить свои деньги от уборки урожая. Остальные, по сути, за наличку или используя материнский капитал, просто расширяются. Продают меньшее по квадратам жилье и покупают большее. Сливочное масло может стать дефицитным товаром. Об этом предупреждают производители. Причина – дефицит сырья и возможные издержки. К примеру, бренд «Простоквашино» уведомил ритейлеров, что временно останавливает отгрузку сливочного масла 72,82% жирности. Якобы переработчики молока столкнулись с агрессивной инфляцией сливок сырья. Такая же проблема возникла и с маслом. А вот в Минсельхозе России проблемы не видят и объясняют свою позицию тем, что уведомление о сокращении поставок от некоторых поставщиков еще не говорит о сокращении или приостановке производства. К тому же в Минсельхоз и Союзмолоко не поступала информация об остановке или сокращении производства сливочного масла. Рубцовск – первый в Алтайском крае населенный пункт, который с 2025 года будет собирать туристический налог. По решению федерального центра, со следующего года туристический сбор придет на смену курортному. Но в отличие от последнего, туристические могут вводить абсолютно любые города, райцентры и села решением своих депутатов. Казалось бы, инициатива хорошая, но насколько полезна она будет муниципалитетам? И увидят ли эффект от нее туристы? Разбиралась наша съемочная группа. Туристический налог с 2025 года вводят в Рубцовске. Нет, некогда промышленный город не возомнил себя туристической меккой. Под взимание определенного сбора, судя по решению Совета депутатов Рубцовска, попадут все гости города. Возможно, это просто недочет народных избранников, но пока, в отличие от курортного сбора, туристически ведет себя слишком смело. Жители Алтайского края, приезжая в город-курорт Белокуриха, курортный сбор не платят. Потому что они жители Алтайского края. Герои Советского Союза и России курортный сбор не платят. Многодетные семьи курортный сбор не платят. Вот сейчас Рубцовск принял, категории, которые освобождены от уплаты, их нет. То есть платят все. По решению Федерального центра в 2025 году курортный сбор трансформируется в туристический. Ввести его может любой город, райцентр или даже село по решению депутатов, что и сделал Рубцовск, хоть это и звучит как анекдот. По мнению Владимира Семенова, туристический потенциал есть в любом населенном пункте. Другой вопрос, насколько он развит или не развит в случае Рубцовска. Еще один ключевой вопрос, на что пойдет налог. Если раньше по Федеральному закону о курортном сборе у нас деньги приходили, условно говоря, отмаркированные на особый счет, то теперь деньги будут поступать от туристического сбора просто на счет муниципалитета. Куда будут тратить? Подумаю, водопровод новый починю, у меня водопровод, вот рвется водопровод. Или сельсовет отремонтирую. Ну, сразу возникает вопрос, турист, который за это платит, он вообще может не увидеть место вложения своих вот этих дополнительных средств. В 2025 году в Рубцовске должны взимать 1% от стоимости размещения с увеличением процента на один пункт с каждым годом, но максимальная ставка будет 5%. Сейчас в городе промышленного технопарка 18 объектов, облагаемых турналогом. Само слово «туристический сбор», мы его, вот саму идею, да, мы вот вымываем, выхолощиваем вот такими действиями. Закон о турналоге, будучи проектом, обсуждался с регионами, но существенной корректировки не последовало. Тем не менее, взимать дополнительные деньги теперь может любой населенный пункт, вне зависимости от развития туриндустрии. Блеск и нищета Людмилы Авдюхиной стало известно, как жила бывшая руководительница жилфонда до того, как попала в СИЗО. Напомним, по версии следствия, Авдюхина украла у своих клиентов более 120 миллионов рублей и уехала в столицу Аргентины, Буэнос-Айрес, где и была задержана. О подробностях роскошной жизни семьи Авдюхиных рассказала Миттел. Людмила Авдюхина и ее супруг много путешествовали, летали бизнес-классом, останавливались в дорогих отелях, снимали дома, могли тратить на это почти 170 тысяч рублей в сутки. Также выяснилось, что семья не скупилась на торжества. Например, банкет в честь дня рождения обходился Авдюхиным в 1 миллион рублей. Питали слабость Авдюхины и к премиальным брендам, одеваясь в бутиках Москвы и Санкт-Петербурга. К слову, муж Людмилы сейчас проходит по делу в качестве свидетеля, в то время как сама Авдюхина пробудет в СИЗО до 22 марта 2025 года. Двое мужчин, один из которых упал с шестого этажа строящегося дома, а другой попал под трамвай, живы. Но их состояние остается тяжелым, сообщили сегодня в Минздраве региона. Напомним, барнаульский строитель упал с шестого этажа 17 октября. С тех пор он находится в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ в отделении анестезиологии и реанимации. Еще один пострадавший, попавший под трамвай в Бийске. Кстати, ЧП случилось также 17 октября. Мужчина переведен из реанимации в травматологическое отделение. Медики сообщают, что состояние пациента стабильное средней степени тяжести. Больше пяти километров береговой линии Бии очищены от мусора. В акции «Чистый берег», который проходит в Наукограде ежегодно, приняли участие десятки волонтеров. Большая часть из них – школьники, но в этом году к эко-челленджу подключилось как никогда много желающих. Далее подробнее. А вы знаете, кто отвечает за чистую воду в городе? Водоканал! Блеснуть знаниями в эко-теме, станцевать танец пингвинов и собрать полный мешок мусора. Вот так активно, полезно и интересно в Бийске прошла акция «Чистый берег». Десятки активистов собрались в воскресном утром с одной целью – сделать город чище. Мы сегодня идем до ривьера с нашими ребятами. Собрались мы здесь для того, чтобы показать на своем примере, что город должен быть чистым. Два, один, три! Эковолонтеры уверены, мусора никогда не бывает мало. Чтобы весной при таянии снега он не оказался в реке, его нужно убирать вовремя. Прибрежные территории Бии – зона уязвимая. Это популярное место отдыха бийчан со всеми последствиями. За тех, кого зеленые инициативы интересуют мало, убирать приходится детям. Сколько тебе лет? Пять. А ты здесь зачем сегодня? Что будешь делать? Город чистить. Подростки, младшешкольники и даже детсадовцы. Силами одних детей избавиться от мусора проблематично. На помощь приходят взрослые. Мы в составе отряда «Добродворцы» занимаемся всякими добрыми делами, куда нас позовут. Мы всегда участвуем во всех акциях. И вот нас приглашали уже. Мы занимались очисткой леса в районе спортшколы за рекой. В чистых играх участвовали. Нам очень понравилось. Задача этой акции, как и любой зеленый, в объединении и мотивации. А еще в том, чтобы привить будущим поколениям уважение к природе и любовь к своему городу. В акции приняло участие более 50 человек. Хотелось бы отметить, что большинство из них – это дети детского сада со своими родителями, что очень важно. Потому что главная задача нашей организации – это воспитание бережного отношения к природе, получение навыков детьми по раздельному сбору мусора и сортировке отходов. Поэтому дети на мероприятии, взрослые на мероприятии – все удачно сложилось. Всем большое спасибо. «Чистый берег» давно стал настоящим эко-челленджем. Больше активистов – больше пользы. Итоги очередной акции радуют всех участников. Можно с уверенностью говорить, что за эти выходные в Бийске стало на 100 мешков мусора чище. Кристина Чернова, Андрей Сегаев. День с толком. На следующем судебном заседании по уголовному делу предполагаемого политеховского маньяка рассмотрят последнее убийство. Напомним, бывшего заместителя главы администрации Калманского района обвиняют в целой серии убийств. По версии следствия, Виталий Манишин лишил жизни 11 девушек, большинство из которых были абитуриентками. Последний эпизод – несовершеннолетняя Ксения Киргизова. Она исчезла 15 августа 2000 года. Спустя несколько месяцев ее разорванные вещи и записную книжку нашли рядом с поселком Южный. Останки девушки были в Калманском районе. 21 октября суд вновь изучил письменные доказательства по этому эпизоду. Далее планируют заслушать еще несколько свидетелей и продолжить исследование письменных материалов. Следующее заседание по делу состоится 23 октября в 11 часов. Добавим, приговор обвиняемому планируют вынести в конце ноября – начале декабря. Наркокурьер из Барнаула. Шестью килограммами гашиша задержали полицейские в Омской области. Наркотик он перевозил в личном автомобиле. Курьером оказался 64-летний мужчина. В ходе осмотра автомобиля «Тойота» оперативники Омского наркоконтроля изъяли 60 свертков с растительным веществом. 59 обнаружили в техническом отсеке под дверной картой, 1 – под капотом транспорта. Общий вес запрещенки составил почти 6 кило. Кстати, мужчина уже был судим за хранение наркотиков. Теперь завели еще одно дело по статье за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Наркокурьер заключен под стражу. С крупной партией запрещенного вещества задержали мужчину и в Барнауле. Полицейские сообщили, что у 22-летнего задержанного обнаружили сверток белого цвета, содержащий вещество неизвестного происхождения. После экспертизы им оказался наркотик растительного происхождения. Общий вес запрещенки – почти 50 граммов. Подозреваемый признался, что заказал наркотики через интернет-магазин. По данному факту, следователями возбуждено уголовное дело за хранение наркотических средств в крупном размере. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Обряд венчания прошел в одной из алтайских исправительных колоний. Заключенный Эдуард зарегистрировал свой брак с Анастасией несколько лет назад. А теперь принял решение скрепить свои отношения перед Богом, чтобы стать ближе и стать на пути исправления. Подробности в сюжете. Торжественность и трогательность момента чувствуются во всем. В храме святого Николая Чудотворца осужденный Эдуард и его гражданская супруга Анастасия. Таинство согласился провести благочинный Белоярского округа протеерей Вячеслав Данькин после общения с обоими супругами. Говорят, согласие дает не каждой паре. Это убедило. Решительностью и особо, я бы сказал, настырностью. Да, вот. Когда видишь твердое решение и желание у людей повенчаться, чувствуешь их серьезные отношения. И причем они расположены к молитве. А если к молитве расположены... Обручается работа Артемия Рады Божьей Анастасии во имя Отца и Сына и Святого Духа. Эдуард уже почти год, как находится в Лиу-8. Впереди еще почти два года. Рассчитывает на условно-досрочное освобождение, чтобы быть рядом с родными и нести ответственность за семью. Кстати, супруги уже воспитывают несовершеннолетнего сына, но хотят еще детей. План у нас сейчас ребенок. Хотим завести ребенка. Ну, освободиться, чтобы я освободился. Ну и жить дальше, жить семейной. Эдуард верит, что после венчания жизнь точно изменится. И благодаря супруге, теперь уже перед Богом, он точно встанет на путь исправления. И больше не попадет в исправительное учреждение. На всю жизнь? Ну, конечно, раз уж перед Богом поклялись, то уж теперь, наверное, на всю жизнь, сто процентов. Татьяна Голубева, день с толком. Карпы из Барнаульского парка Изумрудный переезжают на зимовку. Специалисты уже выловили всех рыб в контейнеры с водой и отправили на озеро Яраска в Калманском районе. Они там пробудут до весны. А вот мальков, карасей и прочие виды выпустят в воду. А пруд в парке, пока водные жители больше не мешают, почистят. После в него зальют новую воду для катка. Напомню, в прошлом году большая часть рыб не погибла только благодаря специальному аэратору, который подавал воздух под лед. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok